Привет, с вами Андрей, мы продолжаем Шакар Триксельданжи, прохождение воина. А в прошлой серии мы выполнили квест беса. В данный момент мы находимся в городе Дворфов, на 18 этажке. Нам сходу подскажешь по смертельной опасности. У нас очень мало здоровья. Давайте попытаемся его восстановить как-нибудь. Мы смогли восстановить себе немножко здоровья. Нам подсказывает, что здесь ловушка прямо с нами. Перемещающая ловушка, при наступании на неё, у нас, скорее всего, закроется весь этаж и нас телепортирует в кандомное место. Это мимик. Чтобы его убить, нам, конечно же, как видите, мимик пролетел через ловушку перемещающую. Я думал, он попадет. Давайте его подождем. Покрутимся вместе с ним. Давайте мимнатистом убьем. Страх. Это антимагические чемпионы. Их очень долго бить. Из-за того, что они очень-очень жирные. Ну, не жирнее, конечно, вот этого манаха. На самом деле, в этом вопросе мы даже по минусе оказываем. Забили мы этих мангов ещё. Добрали броненатяжение. Дерёмся с чернокнижником. Настакиваем себе комбонами. Не забываем то, что у нас присутствует ключик. Как вы видите, там идёт чернокнижник и маг. Так, давайте подождем обоих. Собственно, чернокнижник подошёл к нам. Есть тут два даже. В идеале можно нажать обрушение на обоих. Но урона оказалось до второго маловато. Обратите внимание, на два зелени у нас получилось. Важно настоятельно проехать против борьбы против манах. Нашки улучшения хорошо. Очень плохо, как всё. Обратите внимание, эта гнида магическая нам в спину. То есть она стреляет через угол. Но на самом деле это читерная способность. Потому что, как видите, там огневичок. У этих огневичка, конечно же, лучше драться в воде. Поэтому мы не будем испытывать вместе с вами судьбу. Просто будем передвигаться в сторону. Убьём огневичка сначала, потом будем драться с големом. Чтобы убить голема, вам нужно просто от него спрятаться и бить его на расстоянии. Вменили его бить дольше гораздо. Но ещё в идеале можно им дать тикающий урон любого типа. Но тикающий урон, в нашем понимании, это огонь, либо коррозия, чтобы он сам по себе выпиливался. Просто голем выпилится, что очень-очень полезно. За големов, как вы видите, нам капает опыт. Мы получили камень зачарования. На самом деле это неплохой камень. Проблема их в том, эти камни зачарования в том, что нам нужно... Они не всегда полезны для нас, может быть. В идеале, конечно, прокачать... У нас присутствует 4 аж свиткового улучшения. В идеале, конечно же, можно прокачать кольцо богатства и надеяться на хорошие предметы. Но, опять же, у нас не так много времени для разгона, для хороших предметов. У нас осталось буквально пару уровней. И мы, собственно, будем... Но потом можно будет, в принципе, кольцо богатства что-нибудь превратить. Поэтому, я думаю, если кольцо богатства мы прокачаем, ничего плохого от этого не будет. Поэтому давайте вместе с вами прокачаем. Усиление и удача, так называемая. Немножко прокачаем. У нас уже плюс 6. На 200% мы усилились. Посмотрим, что у нас из этого получится. Собственно, рацион пищи лежит. На самом деле, когда вы играете с зубом мимика, также с амфидией. С зубом мимика, рацион пищи просто так если лежит. Это не означает, что просто об рацион пищи. Там может быть мимик. Вы просто с неожиданности такую плюху в лицо получите. Огромную. Просто можно будет охренеть. Собственно, еще один холод. Да, очень много зелья холода. На самом деле, зелья холода полезные против огневичков. То есть, противоположный тип используется. Он нанесет им максимальный вред. Как вы видите, у нас холод 5, огонь 4. Здесь в целом неплохо. Мы видим, что к нам ползет монах. В идеале монаха закружить. Как вы видите, у нас сейчас упадет уже. Уже упало, собственно, набивание комбо. Давайте попробуем зачаровать наше что-нибудь полезное, например. Трава, если не ошибаюсь, да? Нет удачи. На самом деле, нам очень сильно повезло. Зачарование и удачи. Это хорошее зачарование. Но, опять же, оно, скажем так, не боевое. Мы, кстати, неудачно стоим. Потому что, если к нам в спину зайдет маг, а он нам может это сделать, мы очень сильно просядем по урону. Как вы видите, у нас два кольца. Не кольца, а два ключа присутствуют. Нам подскажут, что здесь где-то ловушка. Да, собственно, это обеззараживающая ловушка. Но, чтобы обойти обеззараживающую ловушку, вам нужно просто использовать... Ну, так сказать, призывающая ловушка. Просто без оружия к ней подойти. И ничего не будет. Давайте поделимся с монахом. Главное в них парирование его ударить. Давайте посмотрим, точнее в его фокусировку. Ударим натиском. Монах закончился. Заберем, давайте, грозовой ловушку. Давайте посмотрим, кто у нас там призывем их. Какая грязь. Это растущий чемпион монах. Ха-ха-ха, капец. Это, чтобы вы понимали, это хреново. Это один из самых мерзких чемпионов, который вообще присутствует. Все-таки мы его убили. Мальдия все-таки в этой игре сильнее. Физы. Но если раскачать физу... Опять же, у физы надо так же, чтобы у вас была точность. Потому что без точности вам физа особо не поможет. А магия никогда не промахивает. Мы видим, собственно, вурдалак. Давайте с ним подеремся. Касуем защиту на себя. Получили некоторое количество монах. Ну вот у нас, собственно, первая дверка. Огненный элементарь. Раз, два. Спрятались. Давайте подеремся. Может будем использовать для борьбы с големами. Либо с гигантскими чемпионами, которые не дальники. Если ближние чемпионы, то, конечно, это плохо. Нашли еще одно изделие силы и камень перемещенных. Хорошо. Выпиваем изделие силы. У нас теперь написано 21 силы. На самом деле у нас 18 плюс 3. Собственно, у нас 10 изнец энергии. Наша задача сделать себе огонь и желательно яд. Ядов у нас нет. Также можем сделать себе еду. Давайте откроем гайд. Откроем сразу, прожмем и сделаем весной пирог. Раз, сделали. С едой, проблема закончилась. Расщепляем некоторые зелья. Сделаем драконное дыхание. Расщепляем алхимический огонь. Из драконного дыхания за 10 изнец делаем огонь. Огонь сделали. Иммунитет к огню обязательно сделать. Нам бы в идеале их два сделать. Давайте их сделаем два. Иммунитет к огню. Нам нужно много единиц энергии. Давайте расщепим. Вот немножко. У нас как раз рожное количество, которое необходимо. Получили иммунитет к огню. У нас остались очищающие зелья. Тоже как в вариантах использовать. По крайней мере одно из них. Но что расщепить, чтобы найти энергию на него, это пока не понятно. Тоже холмут расщепим. Расщепим холмут и получим зелью избавления. Так чисто на будущее. У нас еще один ключик присутствует. Очень большая аукрация. Но можно... У меня присутствует талисман, поэтому можно не переживать о том, что... Ты куда полетел? Стой! Он улетел. Представляете? Ну, куда ты полетел? Это токсичный газ. Хорошая вещь токсичный газ. Очень-очень полезная. Собственно, давайте активируем обе могилки. Как вы понимаете, мы по ним просто не попадем, поэтому используем флэш атаку. Наживого типа. Она может быть как пейзой, так и магией. Обратите внимание, у нас стоит голем. Как вы помните, с големами лучше всего драться на рейнже. Как вы видите, голем оказался хитрее нас. Но голем не знал, что мы его будем пытаться обмануть. Комбо стоит сразу использовать, потому что... Это не опутывание. А комбо стоит сразу использовать, потому что мы потом следующего врага можно просто найти. Куда ты полетел? Стой! Не улетай! Блин, он улетел. Не получилось его сбить. Огромный клинок, он шикарное оружие, если выиграет через урон. Мы играем не через урон, мы играем через комбо. Поэтому для нас аромный клинок, по сути, бесполезен. Собственно, у нас четыре брони, которые стоит продать. Посмотрим, если у нас... У нас семь свитков трансмутации. Давайте просто продадим ее. Раз продали. Два продали. Три продали. Четыре продали. Собственно, продали свитки. Точнее, продали брони и не нужное оружие через трансмутацию. На самом деле, трансмутация очень полезная. То есть, вы можете не ходить, по сути, в торговцу, а просто, стоя на месте, все приобрести. Видим огонечко, но проблема огонечко в том, что мы очень-очень-очень далеко от воды. Поэтому нам не нужно, чтобы он их сняли в печалке. А он нас увидит, пора ли. Ха-ха-ха. Убилаем огонька сначала. Голем, потому что толще огня. Давайте посмотрим, что у нас за оружие. У нас кнот стоит. Давайте меняем место. Как вы видите, тут чернокнижник подполз. Чернокнижник это очень болено, поэтому пытаемся, по возможности, не получать лишнего урона от него. Пока стоит весь голем, чернокнижнику нужно будет обходить. Голем его. Давайте враншотнем этого чернокнижника, чтобы он не обсвечивал. Это у нас ментальное зрение. На самом деле, врагов очень мало. Я не знаю, почему этот врагов это сделал, но врагов что-то очень мало. Я вроде и так играю с приземом врагов. Хочется, чтобы они побыстрее респаунились. Ничего сказать не хотят. Респаунились. Ну, опять же, это может мне так и видится, что их очень мало. На самом деле, новичку их будет очень-очень мало. Ну, стало не по себе. Это, знаешь, где-то явно с нами присутствует ловушка. Это призывающая ловушка, собственно. А этаж, как говоря, обычный, то есть ничем особо не прилетательный. Давайте посмотрим, что у нас тут. Какая грязь. На самом деле, это очень много моглах. Но у нас есть комбо. Давайте ланшотим сейчас сразу с ютуба. А потом настакаем комбо на... Обратите внимание, идет внизу генеральный ленталь, который только-только родился. нам нужно идти из-за этого в воду. Давайте посмотрим. Монах у нас, конечно же, с фокусировки. Давайте собьем его фокусировку. Попробуем его раздамажить немножко. У нас получилось это сделать. Ну, мы продолжаем драться. Теперь к нам подошел растущий. Мы переключаемся на него. Растущий очень больно бьет, как вы понимаете. Потому что он все-таки чемпион. Как вы видите, тут монах. Точнее, чернокнижник нарисовался. Нам прям очень-очень не нужно, чтобы он нас видел. Но он нас не видит. Убиваем. Мы даже не убили. Ну, 13, я думаю, начиска хватит. Давайте посмотрим. Да, нам хватило. Нам еще холод дали. Давайте вместе с вами покушаем. Чтобы наш персонаж не нуждался в еде, по крайней мере, какое-то время. Видим чернокнижника. Давайте его убьем. Как вы понимаете, урона у нас мало, но мы бьем часто. Нам бы в идеале кольцо скорости атаки еще получить. Давайте посмотрим, кто это у нас. Это мимик. Давайте его оттолкнем от себя. от того, чтобы он взбодрился немножко. И просто попытаемся убить с помощью комнаты. мы получили ментальное зрение и кольцо с кварцем. Понятно, что за кольцо на самом деле. Давайте его опознаем. Думаю, что оно для вас будет полезно. Ух, 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 ух. А чтобы вы понимали, кольцо ускорение – это одно из самых полезных колец, которые вообще можно когда-либо встретить. Его стоит обязательно перебивать, если у вас есть такая возможность. Потому что ускорение даст вам, в зависимости от того, насколько усилено кольцо, даст вам возможность двигаться быстрее в обувь. Ну, не всех, конечно. Но, опять же, все из-за того, насколько сильно прокатено кольцо. На самом деле, на управлении гильдии воров он шикарный артефакт. Особенно, если вы, скажем так, бомжуете. Он очень сильно вам поможет. Здравствуйте, товарищ Голин. Мы убили товарища Голина. У нас так в 22 колба. А это огненный, да? А нет, вдохновленный. Мы же его не убили. Мы, кстати, очень плохо стоим. Потому что нам нужно стоять… Ну, как видите, вдохновленный постоянно все блокирует. Нам, скорее всего, против вдохновленного нужно биться на дистанции. Нам бы в идеале… Ну, опять же, видите, в чем проблема наша? Да, он у нас перепортирует. Как вы понимаете, мы не можем драться с огнем, чтобы потерять его зелье или что он дропнет. Поэтому мы перешагиваем для того, чтобы он тоже наступил на воду. Да, для него, конечно, это не особо выгодно, но все же. Ну, собственно, как видите, получили зелье алхимического огня. Ну, оно в большинстве случаев с элементалей падает именно тот тип, которым они соответствуют. Соответственно, с холода падает холод, с огня падает огонь, с электричества падает электричество. Остальное, это уже зависит от вашей удачи. Хватили нам убить голема? Да, нам хватило убить голема. Причем, это был чемпионов голема. А мы его тоже хватило его на убить. Классная комната, очень много травы, плюс у нас не стоит испытание росы, поэтому для нас периодически падает роса, также падают семечки, что очень полезно для нас. Наш бурдюк заполнен, это говорит о том, что мы можем осветить наш анг. Мы осветили анг, теперь у нас бурдюк опустел. Как вы видите, он у нас 0 из 20. Собственно, присутствует сундук, это мимик. Потому что по нему видно, визуально. Давайте воспользуемся палочкой. Стасуем на себя защиту. Наша задача настаковать урон. Настаковать урон проще всего, конечно, на том, чтобы нам не мешали его настативать. Мы, собственно, сбили мимика. Смотрим, не блокирует ли урон. И мы убили второго. Получили аж тысячу золота. Похигеть. На самом деле это очень много. Как вы видели, там было синее сияние. Поэтому нечего особо удивляться. Палисман прокачался. Мы видим чернокнижника мага. Он нас, скорее всего, тоже увидел, потому что он не спал. Это мы просто ждем и его сейчас забиваем. Мы забили его, получили алхимический огонь. Нам подскажу, что где-то рядом с нами присутствует ловушка ослепляющая. На самом деле не самая страшная ловушка из тех, которые вы могли бы. Это обычный сундук. Густой туман и зелье опыта. И также свиток ярости. На самом деле это хороший сундук-дом. Как вы видите, комната не самая удобная. Там стоит два голема, которые на 100% телепортируют к себе. Нам придется убегать от двух големов. Но, опять же, опыт нам нужен, поэтому мы идем туда. Как схитрить? Схитрить можно. Нужно что-то положить под ноги и просто пытаться обходить этих големов. Но, как вы видите, из-за того, что их двое, это крайне неудобно становится. А плюс у нас не хватает дальности для того, чтобы их убить. Теперь нам хватает дальности для того, чтобы их убить. Но, опять же, убить мы, как вы понимаете, их не сможем. Пока они достаточно жирные, ребята. Как вы видите, голем опять мудрит. Давайте его подождем. Мы добиваем этого. Избили ему парирование. И теперь комбо-20 просто ваншотаем его. У нас присутствуют хрустальные ключи, как вы видите. Благодаря хрустальному ключу мы можем, собственно, во-первых, нам нужно переодеть оружие. Благодаря хрустальному ключу мы, собственно, можем открыть хрустальный замок. Палочка волшебной стрелы. Это, на мой взгляд, одна из хороших палочек. Давайте посмотрим ее проклятой. Она не проклятая у нас. Тем самым ее можно использовать... Но, опять же, непонятно, насколько она сильно прокачана. Давайте сразу воспользуемся ее. Второй выстрел. Третий выстрел. И нам говорят то, что она закончилась. Это говорит о том, что палочка нулевая, тем самым для нас она неэффективна будет. Мы видим сверху то, что у нас присутствует еще железный ключик. Давайте его заберем. Железный ключ вместе с хрустальным, это нам говорит о том, что будет присутствовать, именно в одном экземпляре, будет присутствовать комната с сундуком. Давайте вместе с вами это посмотрим. Теперь мы видим голема. Как вы помните, с големом мы деремся через кнут. Поэтому просто крутимся и начинаем раздамаживать голема. Големы толстые, то есть они гиганты. И из-за этого мы можем без особых проблем настакать им много урона. Как вы видели только что, с той стороны открылась дверь. Нам бы в идеале, конечно же, было бы убить перчаткой удачи, но нам, как видите, не прокнуло. Собственно, мы видим два сундука. Один из них артефакт, второй из них кольцо. Нам, в принципе, ни то и другое не нужно. Ну, в идеале, конечно же, у нас по кольцам все идеально. Артефакт нам тоже, в принципе, не нужен. Но забрать для коллекции стоит хотя бы что-то. Сложно выбрать на самом деле. Конкретно стоит забрать. Кстати, давайте попробуем переодеть. Артефакты нужно качать, скорее всего, будет. Поэтому для нас оно бесполезно. Мы выбираем кольцо, потому что оно уже больше... А это оказалось еще и мимик сегодня. Вот это спрятали мимика. Мимика видели, да? Честно говоря, очень удивительно. Я не ожидал из них мимика. Ну, на самом деле, это проблема мимика. Потому что нам на этой мимика не до лампочки. Собственно, пчела. На самом деле, она нейтральный персонаж. То есть она, в принципе... Это кольцо стрельбы. Кольцо стрельбы увеличивает прочность метательных оружий, что очень полезно. Также увеличивает урон метательных оружий. Не урон, не... Вообще, я прочитаю описание. Урон... Кольцо, пока надето, оно должно увеличить урон от ваших метательных оружий настолько, будто их уровень увеличен на один, и их прочность будет увеличена на 20%. На самом деле, это крайне полезно. Особенно, если вы играете за лука, либо через метательное оружие. То это вам прямо вот это необходимое кольцо. Кстати, у нас получается, мы забираем оба предмета, потому что у нас цепи. А что касаемо цепей... Цепи — это хороший артефакт. И, собственно... Но проблема цепей в том, что их нужно качать. Они позволят вам ходить сквозь стены, перетягиваться... Какой же ты, а? Вот. Они позволят вам ходить сквозь стены, притягиваться, притягивать врагов, сбрасывать их в пустоту, кстати говоря. Но, как показала практика, в пустоту сбрасывать надо только этих... Очень-очень страшных врагов. А самых слабеньких, вот, например... Которых... Особенно падают в зелье... Сбрасывать пустоту не надо. Вот, перголь его можно сбросить в пустоту. Сбросить можно пустоту монаха, чтоб с ним не колупаться. А вот остальных он не особо стоит сбрасывать в пустоту. Мы, кстати, не готовы драться. Давайте сходим до алхимика. Подготовимся немножко. Наша задача сделать... Давайте посмотрим по зелью. У нас присутствует... Так, у нас получается перемещение 7. У нас агрессия всего лишь 2, что очень плохо. Инвиз у нас 4. Хорошо. Ну, как вы видите, да, то есть... Опыта просто не хватает. То есть, мы вроде... Ну, из того, что мы предметы очень поздно получили, из-за этого мы их, скорее всего, не успеем просто раскачать. Тут же нам... Например, наукавни гильдиоров это крайне полезный предмет. Он может позволить контролить вам и ваших врагов, но из-за того, что мы его очень рано получили, мы не сможем, скорее всего, контролить. Или скачать предметы. Хотя мы, вроде, всю игру их качали, качали, но, как вы видите, не смеялись. Собственно, наша задача в данный момент... Давайте сделаем арену за вызова за 6. Чтобы нам такого вместе с вами расщепить. Давайте, наверное, вот это опознание расщепим, поставим арену. Как вы видите, очень мало энергии, и поэтому приходится выбирать из того, что есть. Нактут, кстати говоря, тоже можно, в принципе, было накинуть с зачарованием. Где у нас этот... Зачаровующие камешки. Но, опять же, к мутам, как вы понимаете, мы не часто вам пользуемся. С нами наша, конечно, перчатка, это перчатка. Это основное наше оружие. Ну, потому что она элементарно настакает нам очень сильно комбо. Тем самым мы очень много урона будем наносить. Остальное, в принципе, можно продать. А что касаемо цепей, непонятна их проклятость, поэтому продавать их сомнительное удовольствие. Что касаемо... У нас есть рецепт на... Сейчас я вам его покажу. Вот, собственно, эликсир медового сына, но, на самом деле, он бесполезен. Почему? Первая причина, она же главная... Нет, он хороший, вы можете приручить пчелу, она будет даже ходить за вами. Но вы тратите, получается, расколотый горшок и зелье исцеления. Зелье исцеления и так восстановит вам здоровье. А расколотый горшок, он, ну, по сути говоря, бесполезен, в принципе. Почему? Потому что вы не, скажем так, не будете его использовать. Вот. Антигравитацию, в принципе, тоже хотелось бы сделать, но я думаю, что мы с горем пополам клинки уже упадем. Тем более, как вы помните, раньше было две гравитации, сейчас уже одна. Также можно, в принципе, природную броню сделать. Она делается, собственно, из... парализующего газа. Можно и не делать. Нам главное сделать... Вот, у нас присутствует токсический газ, сейчас нам нужно сделать иммунитетно-токсический газ, в обязательном порядке. Чтобы нам его сделать, нам нужно, собственно, зловоние восемь и четыре. Нам нужно двенадцать единиц энергии. Здесь с вами будет найти. Давайте расщепим одну ленталочку и один холодок. Расщепили, у нас четырнадцать. Тем самым мы делаем, собственно, коррозильный газ, из коррозильного газа делаем иммунитетно-токсический газ. На самом деле, его можно было еще несколько сделать, но у нас пока непонятно, что из себя будет представлять. Скорость стоит также бафать на плюс один в обязательном порядке. Давайте расщепим, бафим скорость. Если у нас нам предстоит куда-то бежать, пускай лучше это максимальная скорость будет. Также у нас присутствует пустофрукт, его тоже можно загрейдить. Пустофрукт, он соединяется с семечками. Я рекомендую его соединять с семечками либо, по сути, вот с тремя семечками я рекомендую его соединять. Это либо, собственно, солнечник, либо так называемый звездафрукт, либо скорополох. Все зависит от того, чего вам не хватает в основном. Собственно, солнечко, он вылечит вас, и вы немножко поедите. Скорополох, вы просто как зелье ускорения будете есть, вы немножко поедите. А звездацвет, это лучший вариант для нас, это вы получите как зелье опыта и немножко поедите. Почему? Потому что у нас зельях опыта всего-навсего две штуки. что, на мой взгляд, крайне маловато. Поэтому давайте пробежимся обратно. Талисман полностью заряжен, он, видимо, отходов перезаряжается. Учитывая то, что мы пробежали, давайте на рукавне гильди воров переоденем с талисмана. В идеале его тоже перезарядить бы, но он, скорее всего, от опыта перезаряжается. Это, чтобы вы понимали, антимагический чемпион. На него магия не действует, либо действует только на 50% медленнее. Давайте постреляем прямым. Видите, магия на него не действует. Хотя очень-очень хотелось бы. Самые такие мерзкие ребята, которые монахи. Их в идеале можно сбросить в пустоту, чтобы с ними не заморачиваться. Просто сбрасываем их в пустоту, и они просто летят и отдыхают. Но, как вы видите, у нас, даже при нашей зачарования удачи, скорее всего, из-за того, что мы апнули уровень, и у нас мы не получили за него окут. Из-за этого нам с них ничего не дропнулось. Следующая локация у нас, это с големов, скорее всего, у нас что-то будет дропаться. Поэтому, я думаю, мы с вами на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.